Как показала практика последних нескольких лет, которые прошли под знаком новой коронавирусной инфекции, умение сделать внутримышечный укол из полезного навыка превратилось практически в вынужденную необходимость. Согласитесь, бывают ситуации, когда нам или нашим родным прописали лекарства в виде инъекций, но посещать ежедневно, а бывает и несколько раз в день, лечебные учреждения нет возможности. И если для введения внутривенных инъекций крайне желательно медицинское образование, то с внутримышечными уколами может справиться практически каждый. На нашем канале уже затрагивалась тема самостоятельного осуществления внутримышечных инъекций, однако неоправданно поверхностно обсуждался вопрос постановки внутримышечного укола самому себе. Сегодня в выпуске мы научимся правильно осуществлять данную манипуляцию, познакомимся с автоматическими инъекторами на примере инъектора Спасилен, и обсудим основные нюансы его применения. Здравствуйте, мои хорошие! Основные этапы подготовки ничем не отличаются от таковых при осуществлении внутримышечной инъекции другому человеку, и мы их уже обсуждали в соответствующем выпуске, ссылку на который вы можете найти в описании под этим видео. Но, как говорится, повторение – мать учения. Давайте рассмотрим осуществление внутримышечной инъекции самому себе на примере инъекции в бедро. Итак, подготовьте все необходимое – шприц, ампулу с лекарством, алмазную пилку, спиртовые салфетки или ватные тампоны и флакон со спиртовым раствором. Ампулу с вводимым лекарством желательно предварительно согреть. Можно просто зажать в ладонях, так как теплое вещество вызывает менее болезненные ощущения и лучше всасывается. Тщательно моем руки с мылом, не вытирая полотенцем, чтобы не нарушать относительную стерильность, хорошо протираем их спиртом или перекисью водорода. По возможности надеваем стерильные перчатки. Обязательно проверьте срок годности и герметичность упаковки шприца. Также следует проверить срок годности и название лекарственного препарата. Вскрываем упаковку. Берём иглу за муфту и насаживаем её на шприц. В большинстве случаев конюля иглы уже насажена на ниппель шприца. Не снимайте колпачок иглы. Притираем иглу к шприцу круговым движением, чтобы во время инъекции её не отстрелило под давлением вводимого вещества. Кладём подготовленный шприц на стерильную поверхность, развернутую упаковку от шприца. Берём ампулу. Перед вскрытием её следует продезинфицировать на кончике и в месте перехода от узкой части к широкой, протерев спиртовым раствором. Стряхиваем, чтобы лекарство опустилось в нижнюю часть ампулы. После этого несколько раз с нажимом надпиливаем пузырёк специальной алмазной пилочкой. После отламываем кончик в направлении от себя. Лучше обернуть ампулу бумажной салфеткой или ваткой, так вы обезопасите себя от случайного пореза. Снимаем колпачок и вводим иглу в сосуд с раствором. Медленно поворачивая шприц иглой вверх, набираем необходимое по объёму лекарство. Затем следует постучать пальцем по шприцу, чтобы собрать все пузырьки воздуха в верхней части шприца в один, и понемногу нажимая на поршень, выталкиваем воздушный пузырёк через иглу. После этого кладём шприц на стерильную поверхность, развернутую упаковку от шприца. Внутримышечные лекарства вводят в основном в те части тела, в которых мышечная ткань максимально толстая, а поблизости отсутствуют крупные сосуды и нервы. Чаще всего такие инъекции делают в ягодицу, руку, дельтовидную мышцу или переднюю поверхность бедра. Не имея за спиной опыта, лучше всего делать укол в ягодичную мышцу или бедро. Так меньше вероятность получить осложнение после неудачного осуществления манипуляций. Неоспоримый плюс самостоятельной инъекции в бедро. Для того, чтобы ввести иглу в мышечную ткань, не нужно остановиться перед зеркалом или принимать неудобные позы. Данную манипуляцию легче всего проводить сидя, при этом стоит выбрать жесткую поверхность, например, диван, чтобы легче контролировать процесс. Наиболее безопасным местом для инъекции считается передняя поверхность бедра, его средняя часть. Определите место, которое наиболее благоприятно для укола. На бедро нужно положить ладонь так, чтобы кончики пальцев едва дотрагивались до колена. Идеальное место для укола в этом случае – основание ладони, центр бедра. Внимательно осмотрите участок ноги, чтобы избежать укола в крупные кровеносные сосуды. Обязательно расслабьте ногу, в которой будет проводиться инъекция, не опирайтесь на нее. Протрите место укола ватным диском с мощным антисептики или специальной салфеткой и подготовьте еще один тампон, положив его на развернутую упаковку. Следует подождать 10-15 секунд, чтобы дать возможность спирту испариться. Взяв шприц в правую руку, фиксируем мизинцем муфту иглы, остальными пальцами удерживаем цилиндр. Не нужно делать большой замах от 10 сантиметров, а расстояния между кожей и кончиком иглы вполне достаточно. Держа иглу под прямым углом к поверхности тела, введите ее одним уверенным движением на глубину не менее 1-2 сантиметров, но не более 2-3 длины. Придерживая шприц левой рукой, переложите его в правой руке так, чтобы вам было удобно большим пальцем правой руки приводить в движение поршень. Держась за конюлю иглы левой рукой, потяните легонько правой рукой шток шприца на себя. Если не поддается, все в порядке, набирается кровь, значит вы попали в сосуд. Резким движением немного выбираем иглу, чтобы уйти от сосуда. Данный момент очень важен при введении масляных растворов лекарств, попадание которых напрямую в кровеносные сосуды, недопустимо и даже опасно. Лекарства вводите медленно, с равной силой надавливая на поршень шприца. После того, как раствор в цилиндре закончится, резко извлеките иглу из мышцы под тем же углом, под которым она вводилась. После чего приложите к коже ватный диск или салфетку с антисептиком. Довольно сложно и волнительно, особенно если собираетесь сделать себе укол самостоятельно в первый раз. В наш век современных технологий существует и альтернативный способ осуществления самому себя внутримышечной инъекции – использование автоматических инъекторов. Давайте на примере автоматического инъектора Спасилен познакомимся с этими чудоустройствами. Забежав вперед, хочу отметить, что использование инъектора не только упрощает и делает более безопасным сам процесс проведения инъекции, но и значительно снижает психологический страх перед уколом. Для использования инъектора не требуются батарейки, что очевидный плюс. А применять его можно, как для осуществления внутримышечных, так и подкожных инъекций шприцами объёмом 3 и 5 мл. Но хватит предисловий, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Работать с инъектором Спасилен сможет практически каждое и главное, как и при использовании любых технических устройств, чётко следовать руководству по эксплуатации. Подготавливаем шприц и набираем в него лекарства по вышеописанной схеме. Устанавливаем в инъектор картридж на 5 мл. 3-х миллиметровый картридж используется во время подкожных инъекций. Чтобы извлечь картридж, надо плавно потянуть за одно из его ушек вверх. Обрабатываем спиртовым раствором все наружные и доступные внутренние поверхности инъектора и сниматель колпачка иглы. Взводим вверх толкатель поршня шприца до упора и вниз до упора подъемник шприца. Фиксируем шприц в инъекторе и закрываем крышку. Далее вставляем сниматель колпачка иглы до щелчка, протираем спиртовым раствором торец инъектора, соприкасающийся с местом укола, и извлекаем из инъектора сниматель вместе с иглой. Вот мы и подошли к самому интересному этапу — непосредственно к инъекции, постарайтесь максимально расслабить мышцу, в которую будете делать укол. После обработки спиртовым раствором будущего места введения иглы плотно прижимаем инъектор со стороны предохранителя к мышце под прямым углом и нажимаем спусковую кнопку. Важно! Держите инъектор уверенно, но не сжимайте сильно его корпус, в противном случае механизм инъектора может сработать некорректно. Если всё сделано правильно, запустится механизм ввода иглы, и вы услышите первый щелчок. Далее начнётся непосредственно ввод лекарства в течение 12-16 секунд, после чего сработает механизм извлечения иглы и прозвучит второй щелчок. Не забудьте приложить к коже в месте инъекции ватный диск или салфетку с антисептиком. Поздравляю с успешным проведением внутримышечной инъекции. Далее открываем корпус инъектора, извлекаем шприц и надеваем защитный колпачок на иглу. Как вы могли заметить, наружные детали устройства пластиковые и могут подвергнуться разрушению в результате воздействия некоторых лекарственных веществ. Поэтому для того, чтобы инъектор прослужил вам верой и правдой долгое время, не забывайте после каждой инъекции тщательно его промывать под тёплой проточной водой и просушить на воздухе в течение пары часов. После чего обработайте все доступные поверхности инъектора спиртовым раствором. И некоторые замечания по работе автоматических инъекторов Спасилен. С помощью данных устройств можно проводить внутримышечные и подкожные инъекции, как самому себе, так и кому-то из близких. Однако людям, страдающим дистрофией или же напротив ожирением второй-третьей степени использовать инъектор не рекомендуется без консультации с лечащим врачом. Следующий аспект – это введение препаратов на масляной основе. Так как инъектор не способен в данном случае соблюсти все этапы инъекции, его применение также не рекомендуется. Обратите внимание, инъектор Спасилен разработан под стандартные одноразовые шприцы марки SFM 3 мл с иглой 23G и 5 мл с иглой 22G, которые можно купить в каждой аптеке. А вот со шприцами других производителей, ввиду отличия размеров, инъектор может работать некорректно. Если сравнивать инъектор Спасилен с его ближайшими отечественными конкурентами, то, на мой взгляд, Спасилен обладает тремя значительными плюсами – закрытый отсек для шприца, полная автоматизация процесса инъекции, введение в мышцу иглы и непосредственно лекарственного вещества и выведение иглы, и отсутствие электронных компонентов, требующих постоянной подзарядки. Данные свойства делают инъектор Спасилен уникальным устройством, которое практически не имеет аналогов на нашем рынке. И в завершении сегодняшнего разговора, пара слов о том, в каких случаях самостоятельно делать внутримышечные уколы не следует. Никогда не делайте уколы без назначения доктора. Не занимайтесь самолечением – это очень опасно. Если назначенный препарат ранее вам не вводился, и в анамнезе присутствует непереносимость каких-либо лекарственных препаратов, желательно, чтобы первую инъекцию сделали в клинике под контролем медицинских специалистов. А на сегодня это всё. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал Доктор по соседству и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!